сегодня у нас так что мир 7 у нас деревне наступила такая очень интересная пора ягодная лихорадка в этот момент значит жители как ни странно но не то чтобы не общается между собой а как бы старается меньше общаться чтобы когда ну проходишь мимо друг друга если друг кто-то спросит а где я буду брать как бы врать нельзя грех а правду говорить не охота вот поэтому ну так прошел кивнул головой быстро-быстро вот мы сейчас приехали тут на поле рвать ягоду слава богу в этом году ягоды много значит но тут ну мама нас всех собрала понятно мы тут не одни можно посмотреть ягоды все рассредоточились есть значит ну мама подсказала что тут есть один человек который здесь пас коров и по всей видимости он знает уже ягодные полянки говорит вот куда он пойдет говорит так и горит за ним потихонечку говорит свет удержите он там вот зелененьким ведерком он ходит а он по всей видимости все знает поэтому мы берем свой отряд вот это у нас значит база мы как бы ну приготовились по серьезному я думаю посмотрим может быть мы еще раз сюда все господи благослови вот мы уже помолились три поклона будем собирать это ребятишки зеленый не собирайте собирайте хрупные красные меньше разговаривайте в общем когда нашел поляну главное присесть пониже чтоб никто тебя не увидел и по-тихому 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 собирать на пену не догорить и никого не звать немножко набрала уже сколько минут ну в общем секреты такие если в основном ягода мелкая и засушливая тогда надо искать ближе к траве а если она зеленоватая в основном то надо искать где меньше травы вот земляничных секретов бабушки почему-то называли места где растут клубнички курешов в общем по краю курешка обычно идет покрупнее ягодка потому что она как бы переплазает постепенно на и получается что она там новые густики они дают более большие ягоды вот еще один секрет даже было такое старожилы поговаривают раньше еще когда люди друг друга спрашивали например ну слушай где-то ягоду взял и некоторые отвечали так да там где там ну и чек показал в какую-то в неопределенную сторону вот даже и говорится было и такое доходило до такого вот поэтому сейчас старается вообще не ограничить потому что мало ли вдруг самому не хватит летят журавушки красиво конечно но я тут свою воду просыпала случайно сейчас придется собирать ну ничего сколько ягодок там еще я собираю клубничку что много ее в этом году да очень много вот тут вот мама пришла тут вообще много я вот пришла к ней тут у нее уже полное ведро я вот тут вот собираю ты свое брату высыпал да да не получилось полное ведро вон там лазик стоит там папа ну ладно будем дальше собирать прошло сколько-то времени час наверное 30 минут прошло что-ли вот час не знаю в общем мы насобирали вот это вот тут ребятишки уже сюда кидали вот я место запомнил это у нас как база в общем сюда высыпаем вот ягодка всякая и крупная и мелкая значит это я сейчас в тенек поставлю вот и пока еще команду не скомандовали ехать есть шанс еще пособирать вот я поделюсь небольшим таким секретиком что ли обычно тяжело начинать собирать когда ты не видишь вот значит как это можно сделать вот ты вывалил да у тебя ведро пустое ты не знаешь где идти ты можешь потихонечку посмотреть где сидит человек и потихонечку подойти невзначай как бы сесть так чтобы он тебя не заметил тут нужен опыт опыт значит как бы многолетней жизни вообще не вот ну все идем собирать дальше вообще я хотел преподать несколько уроков ну поведение как бы при сборе ягод совместно да в группе значит нужно быть внимательно как бы осторожным ну естественно никому особо не доверять вот если ты нашел полянку вот тут и ну во первых должен по сторонам вот так ну посмотреть потихонечку и как бы создать вид что ну как бы тут ничего и нету что как бы ты ничего не нашел потихонечку сесть и быстрее начать собирать вот ну при этом конечно естественно оглядываться ну чтобы никто как бы тебя не заметил вот потому что ну например когда группа едет в машине как бы до места да до поля все нормально общаются все вот а потом когда приезжают уже то все становятся какими-то такими подозрительными как то вот ну поэтому вот как психология да человека меняется так что будьте очень осторожны и всем мы занимаемся ягодой я ягодный год у нас несколько дней можно собрать клубничку мы я тут шел шел и тут раз наткнулся на небольшую полянку у которой очень много клубники собираем клубничку сделаем вкусненькое варенье и будем кушать зимой может быть дальше мы будем гостим данного встречи якова аппетита вкусная полезная вкусненькая где собираем клубнику очень много богородской травы оказалось секрет это то что я собираю в очках как мне кажется в очках ягоды видно лучше вон сколько ягод вот например хоп без очков ну телефон еще контрастно делает вот в очках мы уже насобирали вот сейчас я буду всех собирать ну кто со мной приехал они знают что по свистку нужно приходить к машине уже всех уже позвали вот что творят а голова уже уже надо ехать они до сих пор не могут забирать ну-ка ну как насобирали хорошо ой отлично слава тебе господи не садили не поливали ой пришли готовые только бога поблагодарить и все ой а вы как насобирали отлично полные а вам ребятишки понравилось да очень тоже понравилось все понравилось и нам понравилось ну посмотрим как мы сейчас заведемся по кочкам маленько потрясемся держитесь как будучи до конца до конца до конца и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного